Приветствую вас на канале Алкавита. Очередной ролик из серии обмен опыта и сегодня у меня фруктовая сорати от Олега. Тот самый Олег, который где-то с год назад дал мне на пробу фрамбуаз. Это самогон, дистиллят из малины. А на сей раз у меня малина, вишня, смородина и чача. Все рецепты немножечко разные. Итак, пробежимся по ним. Начнем с чачи. Это стандартная по нашему уже чача. Жмых от вина. Все, что вине не пригодилось, все пошло на чачу. Дрожжи не добавлял. Сахар из расчета 1 к 4 гидромодуль. Перегонял на колонии полтора дюйма, две царги по 50 сантиметров, в одной два пыжа медный РПН, во второй нержавеющий СПН и отбирал через узел отбора. В струе 93-95 процентов. Затем разбавил до 65 и выдерживал на дубовых плашках из расчета 40 грамм на литр. Выдерживал два месяца. Затем отфильтровал, до 40 процентов развел и вот мне предоставил на дегустацию. Вишня и смородина, это наливки, перегонял он их методом отгабриеливания. В чем суть метода отгабриеливания? Ты через подстил перегоняешь, отбираешь немножечко голов и просто перегоняешь, перегоняешь там два, три, четыре, пять, шесть, семь раз, пока вот крепость не достигнет общее там 80-85. У всех по-разному. Но Олег отобрал головы через узел отбора на колонии, а затем стал отгабриеливать что вишню, что смородину. И малиновый дистиллят по рецепту фрамбуаза, который был до этого. 9 килограмм малины, 9 килограмм сахара, воды 35 литров, пачка турбодрожжей, перегон на двухдюймовой колонии с двумя царгами по 50 сантиметров, 4 метных пыжика РПН. Также все через узел отбора и дистиллят разбавил до 40 процентов. После этого добавил 3 литра малиновой наливки, то есть это грубо говоря настойка на малине. И еще один перегон в режиме подстила. Разлился 4 напитка. И вот малину, когда я разливал в прошлый раз, то аромат малины был на всю кухню. Здесь же такого нет. Возможно может малина не такая, возможно что-то по рецепту изменил вот Олег, но вот такой насыщенной ароматики как прошлый раз я не увидел. Как бы мне не нажраться с этих четырех пробничков. Малина. Однозначно это малина. Прямо вот эту вот малиновую косточку я чувствую. Никаких компотных тонов нет. И во концове немножечко спиртная нотка присутствует. Вишня. Вишня офигенская. Вишня насыщенная и спиртной нотки я не чувствую. Наверное все-таки отгабриеливание дает свое. Смородина. Ой, смородина вообще запашистая. Класс. Вот это прям два вот этих вот напитка супер. Чача. Ну, первое это дуб. Знаете, такой как бы сладковатый такой дуб. Спирта я не чувствую. Интересно. Можно даже сказать, что лимонадное, но не совсем от лимонада. Знаете, такой какой-то фруктово-сладковатый аромат. Ну, дуб прямо вот здесь очень хорошо чувствуется. Ой, хоть бы все с одного дубля получилось. Итак, малинка. Ну что, господа. Нет, давайте я все-таки попробую с чача. Быть добру. Чтобы все были счастливы. Знаете, вот как в аромате такой слегка медовый, сладковатый вкус такой. вот обволакивающий. Ну, прям дуб вот и во вкусе, и в послевкусии прям дуба очень много. Хорошо это или плохо, но я скажу так, что вот такой вот оттенок, это прям много дуба. Он должен быть, знаете, на мой взгляд, на мой вот вкус, он должен быть все-таки, мне кажется, немножко посветлее. Вот дуб очень хороший, хорошо подготовленный. Я, к сожалению, не знаю, как он его делал, но я бы, наверное, дозу уменьшил, блин, раза в три-четыре. Как вы все знаете, выдержанные напитки я не то, что недолюбливаю, не люблю, я к нему равнодушен. А вот белые напитки мне нравятся гораздо больше. Итак, смородина. Ой, вот постояло еще, прям еще раскрылся аромат. Вы знаете, вот сейчас вот мякоть, вот эта вот смородиновая косточка, вот свежий листочек смородины. Ой, вообще прям класс. Олег, большое спасибо. Ну, и за вас, господа, чтобы все вы были здоровы. На языке смородина. Классно, вот такие надо вот напитки вот делать. Пришлось закусить. Это не из-за того, что отрезки вот напиток. Это из-за того, что просто я сейчас вот накачаюсь. Вишня. Вы знаете, вот интересно, я когда вот вишню вот делал, у меня этот йогуртовый аромат прям был сверх вот выражен. Здесь он есть, но вот вдалеке-вдалеке. Наверное, все-таки это специфика вишни. Аромат немножко победнее, чем смородина. И вот постоял вот минуту 10, не раскрылся, как смородина. Ну, вишня, вишня вот чувствуется, но не так, как смородина. Ой, за наше будущее, чтобы оно было чистым, без войны, без вирусов. Будем. А на языке прям больше вишни. Все-таки смородина мне пока нравится больше. Ну и малина. У Олега плантации малины. Сам Бог дал ему делать малину дистилляты. Ну, чуть-чуть получше раскрылся, но не так, как в прошлый раз. В прошлый раз ароматов было больше. Давайте выпьем еще раз она за всех. Это очень интересное хобби. Нас она объединяет. У-у-у-у, все, Сашку понесло. Ура. Ну что. Первое место смородина. Второе место вишня. Они гораздо мягче. Малина немножко потяжелее. И чачу я поставлю на четвертое место. Кстати, все напитки очень чистые. Я их вот растирал вот на ладонях. Прямо чистота вот колоссальная. Ну, не хватает немножко в чачи вот именно аромата винограда вот этого вот. Что делает чачу чачей. Все-таки дуб, он очень сильно забил этот аромат. Итак, Олег, большое спасибо тебе за данные напитки. В свою очередь я должен тебе теперь представить как минимум четыре напитка на пробу. Но вот здесь прям чувствуется, что вот рука уже набита. Напитки чистенькие, ровненькие, сбалансированные. Не выпирает ни спирт, ничего. Где-то немножко мягче, где-то немножко жестче. Теперь я думаю, что надо будет ягодные вот такие вот дистилляты повторить обязательно. В этом году я их хотел сделать, но все-таки лень поборола. В следующем году я повторю их. И вот уже посматриваю в сторону от Габриэль его не вот такое вот. Хочется что-нибудь тоже такое. Но опять же вот это вот время, время, время у меня решает все. К сожалению, я не располагаю там семью-восемью перегонами. Может быть и как-нибудь попробую. Сейчас я вот очень хочу попробовать технологию Сергея в один перегон. Жду, когда у меня появится какая-нибудь интересная брага. Литров 20-30 немного, чтобы именно в один перегон ее. Ну, от Габриэль его не вот уже не от одного человека. Я это слышу и чувствую, что вот мягкость, конечно, здесь лучше, чем у Малине. Чувствую, что жена меня к ужину не дождется. Или дождется, но это будет совсем другой Александр. Ладно, была не была. Ну что, Олег, большое спасибо за твои напитки. Такого я не ожидал, когда ты ко мне приехал. И сразу мне 4 напитка. Прямо, прям, прям. За тебя. Хоть и по капелюшечке. Ну, вроде как уже помягче. Но все равно, вот я вот чувствую, что... Так, знаете, такая обжигающая, такая жесткость. Не жескач такой. Вот у меня яблоко, вот это был жескач. Такое, что аж проглотить вот невозможно. Здесь же нет. И вишенька. За нас, за всех. Годится. Ну и смородинка. Ох, чувствую, сейчас будет вкусняшка. Ого. Однозначно. Смородина, лайк. Просто взрыв. Смородина на языке. Неправильного самогона нет. Неправильного дистиллята нет. Каждый делает так, как ему нравится. Если ему не нравится, и если этот человек вот с головой, он меняет свой вот напиток чуть-чуть. И один из блогеров говорил, что просто вот эти вот фестивали необходимы. Потому что ты угощаешь своим вот напитком. Там все самогонщики, все дистиллеры. И кому-то нравится, кому-то нет. И ты получаешь реальную оценку своих напитков. В то же самое время, если ты не участвуешь, ты ходишь, дегустируешь, ты тоже вот пробуешь вот напитки. Вот, допустим, ты делаешь вот из яблока, да, у тебя там сад какой-нибудь. Ты подошел и попробовал яблочный дистиллят, который вкуснее, чем твой. Разговорился с автором. Естественно, все все рассказывают. Здесь нет таких секретов, прям, что вот это секрет, я не расскажу. Нет. Все дистиллеры, все рассказывают, как делали, что. Оборудование, может температурный режим, что-то еще. Это все влияет, все влияет. И нет предела для совершенства. Здесь все просто безграничное поле. А вообще вот, ой, все, понесло, понесло. Ладно, заключительный аккорд. Это чача. Ну, все-таки вот такой сладкий дубок. Вот прям вот, прям вот сладенький. Олег, большое спасибо. Напитки твои действительно на высшем уровне. Ну, чтобы все были здоровы. Ура, быть добру. Уже как-то помягче закусить. Не хочется, но придется. Потому что я уже много уже выкушал. Сейчас я буду получать люлей. Дорогие друзья, подписчики, в свою очередь, можете предоставить мне свой напиток на дегустацию. Я выскажу свою субъективную точку зрения. Не буду говорить, правильный, неправильный. Как мне? Понравилось или не понравилось? Ведь на вкус и цвет все фломастеры разные. А на этом я с вами прощаюсь. Берегите себя. Пейте только качественные напитки. Ну, и, конечно же, мои руки. Тихо, тихо. Мои руки в конце ролика. Ура, ура, ура. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...